В регионе начались мероприятия, приуроченные к 68-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом. О событиях января 1943 года волгоградцам в очередной раз напомнили участники военно-исторической реконструкции пленения командующего 6-й армией вермахта генерал-фельмаршала Паулюса. Подобная театрализованная постановка проходит в городе Герой в пятый раз, однако впервые действие развернулось не в подвале Цума, а в здании музея панорамы Сталинградской битвы. Затем, как проходила реконструкция, наблюдала наша съемочная группа. Слово Екатерине Караваевой. Эта группа ребят изображает военно-пленных солдат 6-й немецкой армии. Точнее, ее остатков. Костюмы и грим поражают своей достоверностью, а признание участников реконструкции шокирует. Для того, чтобы полностью вжиться в роль, некоторые члены патриотического клуба не ели несколько суток. И им, по собственному признанию, удалось добиться ощущения реальности происходящего. Более-менее что-то ощущается в то время, одни из самых тяжелых дней именно для немецких солдат, когда они были сломлены физически и морально. К январю 43-го, попав в окружение под Сталинградом, 91 тысяча немецких солдат и офицеров действительно были сломлены. Миф о непобедимости фашистской армии развеян. Члены военно-патриотического клуба пехотинец воссоздали момент, когда офицер НКВД с помощью переводчика зачитывает изнуренному голодом и бессонными ночами командующему 6-й армии вербахта фельдмаршалу Паулюсу ультиматум о полной капитуляции. Они готовы начать переговоры о капитуляции. Их будет вести генерал-лейтенант Шмидт и генерал-майор Роски, командующий Южно-Крепродуктой войск. Собственно, мы прибыли не вести переговоры о капитуляции, а принимать безоговорочную капитуляцию. Для того, чтобы добиться максимальной достоверности событий, члены военно-патриотического клуба изучали архивные документы, собирали воспоминания свидетелей тех далеких событий. В реконструкции использована техника военных лет, а все костюмы участники шили сами, тщательно выверяя каждую деталь обмундирования с оригиналами образцов 40-х. Историчность костюма, вот именно что касается униформизм, тут четкость достоверная. На некоторых ребятах действительно натуральная форма, то, как и сотрудников НКВД, которые будут, либо же бойцов фермахта. То есть четкая историчность. В этом отношении тут не допускаются даже мелочи-мелочи в этой форме проработаны. Нынешняя реконструкция стала одной из самых масштабных. В ней приняли участие около 150 человек. Впервые действия разворачивались в них подвале ЦУМа, где находился немецкий штаб, а в музее Панораме. Именно этот момент смутил ветеранов Великой Отечественной, наблюдавших за инсценировкой. Договор передан точно. Мы знаем подробности вообще говоря, а здесь немножко и так, но обстоят-то другие. Но в целом похоже, да? Да, конечно, конечно. Уже в следующем году, по словам организаторов, реконструкция пленения Паулюса пройдет на историческом месте, в подвале Центрального универмага. Что же касается нынешней инсценировки, то впервые она завершилась шествием колонны пленных немцев по улицам города, так же, как и в далеком 43-м году. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».